Таким образом мы можем ожидать, что процедура Model Selection выдаст нам как раз значимое сочетание X на Y и Y на Z. Запускаем процедуру Model Selection и что мы получаем? Да, мы получаем два значимых эффекта ожидаемых и еще один значимый эффект X на Z. Посмотрим, из каких микроэффектов складываются эти значимые эффекты. Для начала будем работать с трехвходной, трехмерной таблицей сопряженности. То есть в процедуру GenLock мы помещаем X, Y и Z. Посмотрим сначала эффект X на Y. Получаем вот следующий результат. В синим достроены эффекты. Напоминаю, что логлинейный анализ довольно своеобразно обозначает микроэффекты. Чтобы разобраться в этих обозначениях, можно, например, ознакомиться с моими видеорекомендациями. Методы многомерный логлинейный анализ. И здесь, среди первых же видеорекомендаций, идет речь о том, как в SPSS представлены микроэффекты в логлинейном анализе. Вот здесь можно ознакомиться. Что мы видим по достроенным микроэффектам? Что все эти микроэффекты отталкиваются от Z, равного 3. То есть от Z, который относится к контрольному профилю. Вот наш контрольный профиль. Z в этом контрольном профиле равен 3. Поэтому в реальности нет оценки для... Нет самостоятельных микроэффектов для вот этих профилей, которые я обозначил серым. Есть оценки самостоятельных микроэффектов для вот этих трех значимых профилей. Они действительно были ожидаемы. Действительно, Y3 на X1. Как мы и ожидали. 3 на X1. Y2, X3. Y2, X3. И Y1, X2. Y1, X2. И1, Y2, X3. И1, Y2. И1, Y2.